ну что друзья идея этого видео родилась спонтанно потому что я новые часики все приобрел получил наконец-то с али и их приложение фундо вечно теряла связь на аппарате blackwick bv 9700 где-то через несколько минут после того как газ экран я начал искать энергосбережения как таковое и понял что в этом приложении она как вам сказать я думал она разбита на несколько кусочков все отсюда мы нажимаем на батарейку экономия заряда батареи и мы должны здесь добавить это приложение чтобы она не экономила батарею не поверите а ничего не произошло вот во первых сейчас вот что с ним происходит непонятно во вторых но добавил ему не экономить ничего не изменилось сейчас возвращаем экономить проверяем еще раз вот мы гасим телефон часы пока рисуют что связь есть то есть вот этот значок bluetooth яркий значит связь в наличии когда связи нет bluetooth становится тусклой как мы видим хоть он и экономит но связь есть сейчас можем еще немножко но расскажу я к чему это оказывается у данного приложения есть дура спит второе приложение которое я считал еще одним приложением аналогичным дури спит но с названием по-русски она оказывается дури спит никакого отношения не имеет ведь и знак так и остался это не что иное как завуалированный менеджер процессов были то есть экономия заряда батареи у этого аппарата очень жесткая но если вы хотите сделать чтобы какое-то приложение не выгружалась то нужно активировать во первых и так активированный пункт если вы его выключили потому что я вот например выключил после этого я попал в засаду находится данное приложение в пункте умной помощник блокировка приложений и вот здесь ползунок должен быть вкл у меня он был выключен поэтому часы не могли соединиться после этого в том приложении которое вы хотите научить не спать в режиме ожидания вот у меня например фунда сейчас я покажу как должно быть выставлено в настройках потому что это уже навороченный менеджер тут не просто вкл или выкл белый лист тут все круто ищем фунда вот оно и должно быть запомните ему разрешено запускать загружаться после перезагрузки ему за лишь разрешено сейчас запускаться с помощью другого приложения но очищать процессы при погашении экрана это надо выключить и вот при таких настройках приложение а после перезагрузки само должно стартовать б оно может быть запущено другим приложением и c оно не выгрузится когда экран погас вот это самое главное после таких настроек это приложение у меня вечно рисует что соединено а так было телефон бросил через пять минут подымаю надпись не соединено ждем потом хлоп соединено и начинает сыпаться обновление в таком режиме с обновлениями проблем нет то есть экономия батарейки уже не так важно то есть экономит не экономит лучше не лезть если беда даже после этого тогда можно еще и научить не экономить но разница на самом деле только в скорости опроса то есть не экономит батарея будет чаще опрашиваться экономит будет реже если вам важны даже пара секунд в получении уведомлений тогда можете отключить экономия так нафиг не надо то есть теперь лезем обратно в батарейку и если мы тут чё по наклацкали то нужно обратно все вернуть как было ну и соответственно battery manager советую тоже выключить иначе у нас будет постоянно доставать а вы уверены что это приложение должно сделать так а уверена что этому приложению можно разрешить запуск и так далее я от него вешался я вырубил пока не парит научусь им пользоваться и выясню что это еще какой-то бонус дает будет еще видео пока видео очень простое экономить батареи уметь должны приложение те которые хотят но настроить приложение фоне я показал как так где у нас батарейки на менеджер ладно от обратного как можно найти менеджер менеджер батареи сейчас покажу берем приложение я где у нас приложение вот любое приложение ну например вот да ну и дополнительно и батарея экономия заряда батареи и вот список приложений которые не экономят банку если в этом списке есть то что вы добавили можете попробовать убрать и мне кажется после настройки той программы здесь это уже никак не отразится на работе аппарата а вот жрать начнет быстрее тогда телефон пусть будет фейсбук пусть экономит нафиг то я раньше понатыскал все зря так не буду трогать этот экономить может быть тогда и дольше батарейка держать начнет на этом аппарате потому что тут банка небольшая тут это довольно таки важно на давайте сделаем экономить посмотрим если что верну и отпишусь помощник блокировка приложений посмотрим как у нас тут с телефоном он тут есть или нет него тут просто нет но посмотрим будет ли у нас звонок проходить очень просто гасим аппарат берем другой и пробуем на него позвонить пока я набираем как раз заснет звонок идет то есть все нормально проблем не возникает поэтому я не знаю зачем я до этого это все ковырял если кого запутал простите как увидите все делается очень легко и просто и самое главное в этом же списке если у вас происходит после активации экрана то что вы попадаете вот в этот вот режим тогда в этом списке лаунчер который вы сторонние поставили тоже нужно также настроить чтобы его не выгружала и тогда вы будете всегда зажигать экран вот с таким вот режимом то есть вот мы вышли и вы на рабочем столе иначе будет вот так у меня это было поэтому я туда залез ланчеру добавил выключенный третий ползунок и все заработало все всем спасибо надеюсь я понятно объяснил как настроить энергосбережение или научить не засыпать фоновые процессы на аппарате black и bv 9700 про все всем спасибо пока и надеюсь на подписку кстати метод тык рулит нашел такую интересную фишку по поиску на по вот сейчас попробуем еще раз ее найти вещь интересная но не уверен что есть быстро найду так как там называлось то пользовательские ограничения значит так и набираем пользовательска не так ой тиски ограничения вот они вот здесь я уже галочки снял сразу скажу то есть получается что можно делать телефону что нельзя при отключенном экране и при включенном экране можно под себя настроить я думаю многие захотят настроить что будет будет ли он скрывать значки уведомлений будет ли он показывать в строке состояние значки ну и так далее то есть изучаем что есть на этом экране и через поиск пробивается пользовательские ограничения